Примолдерный искусствовед, заведующий отделом современного искусства Екатеринбургского музея изобразительного искусства. Так вот, да. Ну, я так понимаю, что современное искусство начинается уже с нашего периода авантазии, да? Поэтому я вот несказанно рада и очень, что нам удалось заполучить этого специалиста именно на заключительную лекцию. И мы с вами узнаем, если какие-то вопросы остались связанные с авантазией, то, думаю, что после сегодняшней лекции они все должны получить ответы. Ну, а если останутся, то продолжение этого видео можно ждать и в музее изобразительных искусств. Ну, и здесь у нас приходить читать эти книги, справочную литературу, узнавать новое, все, что связано с авантазией. Ну, Елена Универевна, вам слово. Спасибо большое. Ничего страшного, чтобы досидеть, никого не смешает. Спасибо большое, я просто привыкла сидя докладывать. Очень рада вас всех сегодня приветствовать в библиотеке. Здорово, что вы дошли до выставки. И у нас сегодня будет возможность подержать в руках некоторые книжные редкости и посмотреть на такие хрестоматийные памятники книжного искусства эпохи Авангарда на слайдах. То, что недоступно в книжном книге, но зато является таким очень важным историческим материалом в этой перспективе развития искусства книги в 10-20-х годах. Действительно, в течение последнего месяца мы говорили очень много о книге этого периода, говорили о литераторах, о читателях. И вот дошла наша очередь речь повести о собственных художниках, которые делали эту книгу как материальный и физический объект. То, что мы видим в итоге, как завершенный образ, абсолютно специфический, и без которого сложно представить в принципе все многообразие эпохи Авангарда, которые мы, в общем-то, подразумевали, говоря об этой инновационной эпохе, об этом времени в искусстве. Новые визуальные стратегии оформления книги появляются в это время. И, безусловно, наша сегодняшняя лекция не будет таким исчерпывающим обзором всех практик художников-авангардистов в области книги. Но мы стараемся какие-то такие основные тенденции обозначить и посмотреть некую эволюцию этих самых новаций от книги-патриристической книги 10-х годов, от самых первых таких радикальных экспериментов, как эпатажных экспериментов с книгой, до конструктивистских, идеалистических таких взглядов на книгу и больших амбициозных проектов с реформированием вообще в принципе природы книжного, книжной природы в 20-е годы. Что, собственно, в общем-то отражает и развитие изобразительного искусства и авангарда изобразительного искусства. В 10-е годы, такой ранний авангард, да, и в 20-е годы с конструктивистскими экспериментами. И начать наш сегодняшний разговор мне бы хотелось с одной из первых книг туристических, которая была издана в России в 10-м году ровно, «Тальмонах, садок, седей». Дома многим знакомое издание, нашумевшее и очень эпатажное для своего времени. И здесь впервые проявляются такие очень важные черты туристической книги, и которые будут специфическим, особенным, что ли, почерком вообще подходов туристов к книге. Ну, надо тоже оговориться, что вообще это время, 20-е, 30-е годы, простите, пожалуйста, 10-е и 20-е годы отличаются очень, скажем так, плотным взаимодействием литературного и художественного контекста. И книга, как нельзя лучше, демонстрирует эту тенденцию. Художники, поэты в это время очень тесно сотрудничают вместе, и зачастую даже являются некоторые поэты-художниками, а художники на самом деле еще экспериментируют в поэзии и литературном творчестве. То есть это вот такие вот абсолютно синтетические персонали, художники, артисты в большом смысле этого слова. Вот. И в этом смысле в туристической книге, конечно, всегда берет и изобразительное начало, и литературное начало. «Садок судей» одна из первых книг, как я уже сказала, она истана очень просто и дешево, на первый взгляд. Потому что, смотрите, она отпечатана на простой бумаге, это оборот обоев бумажных, что было сделать не так просто, по воспоминаниям одного из издателей этой книги, Михаила Матюшина. Многие издательства, ну, не издательства, а типографии, отказывались от этого заказа. Это было слишком как-то необычно и сложно для них отстроить вот эту вот, значит, систему машины. И им пришлось печатать небольшой, на самом деле, тираж, тираж вот этого издания, всего 300 экземпляров, печатать ее в типографии одной немецкой газеты. Ну, в общем-то, казалось бы, супер-простая книжка, отпечатанная, что не подкорно. А, такие сложности вызвало. Выглядит она довольно просто, то есть это пока еще традиционный набранный текст, типографский набранный. И в этом альманахе были включены вот такие полностраничные иллюстрации. Было несколько. Выполнил их Владимир Бурлюк, один из, в общем-то, активных героев и персонажей нашей сегодняшней беседы. В этот альманах вошли стихотворения разных поэтов, в том числе и братья Бурлюков, Велимира Хлебных, Велена Буро. Вот самых, пожалуй, нырянных футуристов, которые предприняли первый такой альгарный шаг в этом направлении. Внешний вид футуристической книги, как «Садов и святей», например, и вот еще один образец таких ранних экспериментов. Кстати, не обойдусь, забыла об этом вас предупредить, но все-таки в библиотеке здесь так не совсем это принято. Можно показаться оригинальным. Подписи к слайдам и иллюстрациям. Сначала идет имя художника, который работал над оформлением книги, коль мы сегодня говорим именно о художниках, прежде всего, в первую очередь. А дальше имя автора, название и его создание, создание книги. Это, наверное, для библиографических описаний совсем точная такая последовательность. Но для нас, прежде всего, здесь важен пока художник. И поэтому я здесь везде выставляю художников. Это работа Михаила Ларионова, одного из пионеров раннего русского авангарда, и его оформление книги Алексея Крученых по ману. Здесь вы видите уже более свободную, интересную композицию. Здесь изображение внедряется, то есть иллюстрация внедряется в текст очень фольгольно и экспрессивно. И буквально текст тоже является своего рода изображением, потому что это не набранные буквы на машинке, а это рукописный текст, о котором мы сегодня еще тоже поговорим. Мы увидим несколько очень ярких примеров тому. И в данном случае вот эта вот функция текста и сумка изображения в какой-то степени дополняют друг друга и меняют свой статус по отношению к традиционной к нему. Классическое, где отдельный текст существует, и у него свое пространство определенное отведено в повествование. И отдельно есть иллюстрация, либо она занимает целый отдельный лист и ей ничего не мешает для обреженного образа, либо она включается в лист, но тоже в определенном месте. То есть художник, видите, очень свободно обращается и с текстом, и с изображением. Текст и изображение проникают друг в друга, дополняют друг друга и вообще очень органически друг друга продолжают. Даже по тому, как мы черпаны буквы. Вы видите, что это та же самая манера, как и смоделированные изображения, такие же стромы, такие же штрихи, и в общем-то текст становится полноправным изображением в этом случае. Несколько слов о такой, как бы вот этой вот вызывающей несколько дешевой, что ли, эстетике, которая преследовалась художниками и туристами, все книги, которые мы увидим сегодня, вот этих вот ранних лет, они выполнены очень дешево на оберточной бумаге, на обоях, небрежно сброшурованы, особо не выстраиваются никаких оформительских сложных технологий по изготовлению этих книг, то есть они рукописно сделаны, будто бы на коленке. Александр Бенуа, известный художественный критик, называл вот эти вот ранние футуристические книги с комарошьими альбомчиками за их вот такую простоту, вульгарность, лубочность, то, что было очень ценно и важно для футуристов, как для художников, так и для поэтов, которые с ними непосредственно и очень тесно сотрудничали в этих книжных проектах. Вот как раз фотография Михаила Баларионова, о котором я упоминала, и его супруги и товарища Натальи Бенчаровой, соратинц, с которой они очень много работали и в театре, и в книге в том числе. Вот перед нами как раз их совместный продукт, их совместная работа над книгой «Крученых и хлебных» и «Вамирс конца». Здесь любопытна эта книга нам еще очень интересным приемом, который появляется в обложке и в оформлении страниц этого издания – это аппликация, использование вклеек, наклеек и вот таких аппликативных элементов очень простых, наращито грубых, наращито упрощенных, то, что объединяло, эстетически объединяло художников, ну и след за ними и читать у всех, кто встречался с этой книгой, с творчеством детским, например, или с творчеством примитивным, с творчеством каким-то таким очень простым, естественным и неизысканным. Вообще борьба с эстетизмом, с какой-то такой символистской изысканностью, утонченностью, была то, что принципиально важно для футуристов. Вот что пишет Алексей Крученых. «Оберточной и обойной бумагой наших первых сборников, книжек и деклараций мы пошли в атаку на пошлое безвкусие Мещанского и Верже, с усай на золотых переклетах, с начинкой из тихих мальчиков, том напольных жемчугов и запойных ливен». Ну, это, конечно, вот такие выпады и вообще такая апелляция к традиции рубежа веков. Это же штучно, да, получается? Это малотиражная книга. Вот я бы говорила, что до студии 300 экземпляров, «Мир с конца», по-моему, тоже около 200 экземпляров, было 220 экземпляров всего этой книги, что это достаточно скромный и очень ограниченный тираж. Но мы увидим сегодня с вами еще и вовсе редкие, такие штучные книги, сделанные от руки, собственно, вручную, уже 100% вручную. Вот здесь аппликация отпечатана литографическим способом, это цветная литография на бумаге. Но есть и случаи, когда аппликации просто вклеивались реально, как бы вручную, мы тоже это увидим. Простите, а вот эти тоже линии, тоже наносились, получается, на пресс, что ли? Да-да-да, смотрите, вот эта книга сделана литографическим способом. Хорошо, спасибо за вопрос, как раз мы сейчас тогда поясним эту технологию. Это печатная техника, но выполняется она достаточно свободно. То есть фактура рукописного текста и вот этого свободного как бы карандашного рисунка литография позволяет передать, потому что литография создается специальным литографическим карандашом на литографическом камне. И потом с этого камня рисунок отпечатывается на бумаге. И можно сделать достаточно много копий с одного рисунка, с одной основы. И вот этим литографическим карандашом либо художник, либо сам автор, зачастую тоже поэты становились соавторами оформления книги, пишет на графическом камне тот текст, который мы видим в книге. И вот здесь очень интересный пример, во-первых, свободной компоновки, композиции, свободного такого отношения и к тексту, и к изображению, и к их сочетанию, но и вот этого почерка, который здесь встречается. Надо сказать, что в книге, собственно, отражается очень характерное и очень естественное продолжение жизни живописцев, в данном случае Бончарова и Лорионова. В это время, в 12-м году, Лорионов экспериментирует с мучизмом. И вот, пожалуйста, здесь, на страницах книж с конца, мы видим одну из таких вполне типичных для его живописи, здесь графики мучизских абстрактных композиций. Это интересный пример, другой интересный пример художник Павел Филонов, абсолютно самобытный, самостийный автор, он тоже работает в книге. Мы много найдем таких примеров, практически все художники-авангардисты так или иначе пробовали это медиа, эту новую такую форму взаимодействия с и пространством, и с организацией композиции и так далее. В работе Филонова любопытным становятся не только, конечно же, иллюстрации, которые здесь, опять же, очень узнаваемый стиль аналитической живописи Филоновской передают, но и тот, смотрите, как он конструирует буквы. Это не просто, например, рукописный текст, как мы видели ранее, да, это очень интересно, оригинально мы можем увидеть, как пишет поэт, какую-то вот энергию внутреннюю, что ли, его руки почувствовать, а здесь буквы, это, ну, как бы художественный образ, они создаются из элементов, нарисованных специально сконструированных художником. И в данном случае это такие, в общем-то, изображения, которые собирают, из которых строится текст. И здесь, соответственно, изображение, конечно, является, ну, первоначальным, перво, скажем так, значимым над текстом, который собирается из различных вот этих вот маленьких элементов изображений. Очень экспрессивное и изображение, и начертание, и вообще вот такой визуально-экспрессивный, дикий немножечко язык, характерный для автористической книги, очень хорошо появился в работах Ольги Розновой. Она одна из, ну, как бы ведущих, вообще художниц этого времени, и в книге у нее получались потрясающие проекты. Перед нами какая-то хрестоматийная ее работа «Игра в аду» — это второе издание этой поэмы Крученых и Хлебникова. Первое было издано с иллюстрациями, если я не ошибаюсь, Малевича. Ну, тоже было такое, в оформлении художественном. Здесь еще свободнее, еще дальше идет Ольга Розанова. Она буквально, ну, как бы визуализирует поэзию. Визуальная поэзия появляется, такой термин. Он закрепился за автористической книгой и как-то вот преследует ее уже, да. То есть самая важная, отличительная черта книги этого времени — это вот такая, как бы, неотъемлемая, что ли, визуальная составляющая образы текста. И иногда текст и вовсе приобретает какие-то новые звучания, сопровожденные либо вот подобными иллюстрациями, либо оформленные иначе. Сейчас мы тоже об этом поговорим. Вот, пожалуйста, да, энергия почерка, в которую, в общем-то, туристы, в которую верили, она здесь проявлена. Я хотела бы вам показать что-то реальное, но не только на слайде смотрели. Вот в коллекции нашей библиотеки Белинского есть потрясающий экземпляр. Зверинец Хлебникова. И, ну, во-первых, здесь замечательная совершенно обложка, вполне в духе еще десятых годов, хотя эта книга издана в 30-м. Но здесь, обратите внимание, здесь есть страниц с этим рукописным текстом, созданным литографическим способом. И, ну, действительно, наверное, это такое восприятие текста заставляет читателя как-то лично относиться к тому, что он видит, что перед ним. И проживает, чувствует какие-то интонации, какие-то акценты, которые выставляет рука автора или рука художника. Вот еще несколько примеров, ведь я очень ровно влюблю, сразу несколько разворотов этой книги перед вами. На самом деле, все большинство книг, о которых мы сегодня говорим, есть в интернете в висковом виде. Если вас что-то заинтересует, вы можете посмотреть фотографии, воспроизводящие эти книги. Либо же, конечно, прийти в библиотеку, посмотреть что-то в реальности. Вот любопытный тоже пример. Например, здесь сразу несколько почерков. Ранные авторы, да, три автора. Это такой сборник-альмонах, оформленный Малевичем. Ну, можно узнать, как это фигурить, да? Трое. Троих поэтов. Хлебникова, Крученых и Бюро. И каждый из них оставляет свой автограф на обложке. В общем-то, оставляя часть какой-то своей этой самой энергии. Важнейший такой и тоже этапный образец в туристической книге. Опять же, смотрите, использование обоев. Но здесь уже обои. Они такие простые, полосочки, уже очень яркие, красочные. Такие мещанские, наверное, можно в какой-то степени их характеризовать. Это сборник стихов Василия Каменского, танго с коровами. Очень известный образец в туристической книге. Нам был, конечно же, интересен с точки зрения оформления. Мы смотрим на то, как сделаны эти книги, как они собраны. И здесь нет иллюстраций, как вы видите. Здесь есть зато очень интересное, странное и необычный набор текста. Сам Каменский называл их стихограммой. Ой, стихокартины. Простите, пожалуйста, стихограммы, шпакой. Стихокартины. В общем-то, все пространство листа, вот здесь вот поближе можно увидеть, заполнено вот таким вот набором слов, набором отдельных элементов, фраз и так далее. И вот в данном случае, пожалуй, здесь доводится до предела одна из тоже специфических особенностей футуристической книги, такая эмансипация отдельных элементов. Например, если мы возьмем беспредметную живопись, то там эмансипируется, не знаю, сибирь, точка, линия, отдельная плоскость. Предмет разбирается на отдельные элементы. Мы видим, как предмет распредмечивается. На отдельные маленькие фрагменты, на отдельные кусочки разбирается. На такой папку. То в литературе тоже подобная тенденция есть и существует. И здесь, скажем так, объектом этой эмансипации становится либо слово, либо буква, либо звук. И, соответственно, стихотворение в данном случае разбирается на эти кусочки, на эти тончайшие фрагменты и перекомпоновывается, переорганизовывается. И здесь мы видим вот такое очень ловкое жонглирование текстом, будто ревусом каким-то, которое превращается, безусловно, в изображение. И здесь уже никто не поспорит, что это прежде всего образ визуальный. И здесь мы текст читаем визуально. Мы следим за какими-то движениями, за ритмами. То, как ведет художник нас за повествование. Здесь нет какого-то одного линейного прочтения этого текста. Это, значит, прочтение может быть вариативным. И это тоже очень важно, такая, для футуризма очень важно, такая интуитивная подача, да, немножко подсознательное творчество и подсознательное восприятие текста и, в данном случае, книги. Здесь нет линейности, здесь есть максимум возможностей, максимум прочтений. И здесь вот доводится эта визуальная составляющая, что ли, текста и понимание текста, как прежде всего образа, который мы видим глазами, да, здесь доводится, на мой взгляд, до какого-то вот такого своеобразного пика, до своеобразной кульминации. Один из исследователей футуристической книги «Отечественная» Воблинская пишет, что большинство поэм Каменского представляют собой антические красоты в этих железобетонных поэмах, представляют собой словесную и знаково запечатленную топографию различных пространств, а также фиксируют перемещение в этих пространствах и зрительно-звуковые впечатления, сопутствующие этому движению. Вот, здесь как бы такие важные акценты она вставляет, что это прежде всего организация пространства листа, наше движение, перемещение по этому пространству и динамик, который задается текстом, что, конечно же, очень-очень любопытно и эмоционно, можно расценить. А вот как раз о малотиражных экземплярах и таких суперрукотворных вещах, уж действительно рукотворных на сто процентов, несколько примеров работы Ольги Розеновой и Варвары Степановой, где, по сути, то, что сдает Каменский в своих железобетонных поэмах, развивается, да, но уже какой-то сделанной от руки рисунки, такие вот стихокартины, беспредметные стихи, как называет это Степанова, тоже разложения и перекомпоновка текста и сочетание его. Здесь, ну, она здесь еще добавляет сочетание абстрактных, чисто изобразий, то есть рисуальных образов, цвета, формы и различных составлений, различных объемов динамиков и композиций, но таких вот уже в духе беспредметного, автоматического какого-то начала. На самом деле, радикальные вот эти жесты, радикальные эксперименты кутуристов, они шли далеко за пределы книги. Ведь чтобы, в общем-то, как бы дойти до точки, до грани своих экспериментов, нужно было, в общем-то, в конце концов, преодолеть книгу и вырваться в какие-то абсолютно новые сферы бытования, книги как таковой, не как физического объекта, вот традиционно доставшегося от предыдущих эпох, а существование книги, ну, вот в каких-то абсолютно абсолютно несвойственных, традиционных и немыслимых ранее носителей, например, о смерти книги говорили уже тогда, все никак не могут договориться об этом, но тем не менее, например, о существовании книги на стенах, на заборах, на улицах, ну, это как бы очевидные такие вещи, да, эхо революционной эпохи заставляет говорить об этом и в крышах, потому что развивается воздухоплавание, и человек, в том числе художник, получает возможность новых каких-то ракурсов, новых, вообще, взглядов на действительность, да, на пространство, и, соответственно, точка зрения сверху, на город, на человечество, на общество, она тоже начинает у всех крайне очаровывать, и в этом смысле стихи на крышах, это, конечно, очень романтический и классный образ, который, кстати говоря, Екатерина Булуги хорошо реализовался, творчество Тимофея Радин, и вот эта такая поэзия на крышах осуществилась, ну, или, например, совсем уж кардинальные такие идеи о свечении стихов, о свечении текста, электрических, по помощи электрических лам, да, то, что вот сейчас у нас, например, тоже, наверное, эта идея воплощена в визуальной такой городской рекламе, стихи из облаков, стихи из каких-то совершенно таких конфимерных вещей, ну, это все фантазии, вот какие-то такие пределы, о которых можно было помыслить в ту эпоху, ну, вот из реального превращения книги из предмета в арт-объект, да, в какой-то вот такой абсолютно художественный продукт, пожалуй, можно привести пример художника Митурича и его экспериментов с пространственной графикой. Вот, насколько я понимаю, это оригинальная фотография, хотя бы позднее реконструкции его, вот этих инсталляций уже сегодня, специфическое название есть подобного проекта. И здесь, собственно, книга превращается в сотню кубиков, которые расположены в такой, казалось бы, хаотической манере, на самом деле, очень органично и очень гармонично, они расположены друг относительно друга. И на грани этих кубиков нанесены изображения, нанесены рисунки, какие-то тоже компонуются вот в такую очень динамичную, очень объемную и нестандартную форму повествования, визуального повествования. Мы уже говорили, мне кажется, на лекции, может быть, Ольги, о том, что вообще в послерепарационное время на рубеже десятых, двадцатых годов в книге существует, ну, как бы назовевает, кризис определенный, но это связано с экономическим кризисом, в общем. И издания становятся очень дешевыми, очень простецкими, если вообще они издаются. Вот этот экономический кризис еще до НЭПа, то есть в самый рубеж десятых и самое начало двадцатых годов, ощутили на себе художники круга Каземира Малевича. В то время, в девятнадцатом и двадцатом году этот известный супрематист работал в Витебске, в Витебском училище художественном, и у него там была целая группа учеников, последователей, которые объединились в группу уновиц, утвердителей нового искусства, и продвигали, продолжали идею супрематизма в разных прикладных сферах в том числе. В общем-то, здесь как бы супрематизм начинает выходить на жизнь строительные такие рельсы, начинает приближаться к жизни, в действительности. Вокруг этих художников входил и Лисицкий, который впоследствии станет учитель мира новой типографики в России. Но, чтобы забегать вперед, немножко остановимся на вот этих ранних экспериментов в книге Монависа. В Витебске в то время тоже было очень голодно. В общем, Малевич сбежал в Витебске от голода и безденежно, чтобы хоть как-то, видимо, выжить в это очень сложное время. Но в Витебске тоже было довольно сложно с материальным обеспечением художественного процесса. И книги, которые, и монахи, которые издавали в то время ученики Малевича и Маса, и преподаватели Витебского училища, они отличались очень простым оформлением, очень сдержанной, скажем так, какой-то технологией, что ли. И это очень мало тиражный предмет. Например, Альманаху Нариса был издан буквально, не знаю, несколько десятков экземпляров, потому что он сделан вручную. Это все раскрашено вручную, реальными красочками, потому что типографских машин не было в распоряжении у художников. А вот здесь, видите, текст вклеен. Вклеен он набран на печатной машинке, вырезан. Эта димашка вклеена в Альманах, в книгу. Вырезана отдельная картинка, рисунок, который тоже вручную сделан, раскрашен. И вот таким образом такие рукодельные книги художника создавались. Или, например, видите, здесь тоже вклеено вклеено бразец ткани с супрематическим орнаментом. Вот здесь вклеен текст, и рисунок выполнен от руки. Вот такие вот очень дешевые, очень на коленке сделанные книги Альманахи приходилось упускать Малевича и его ученика на полную вису в то время, потому что не было практически вообще ничего. И это скорее даже руководствовалось не каким-то эхотажем или вызовом, а, в общем-то, какими-то объективными условиями. В 22-м году немножко меняется, меняется положение вещей, и книга как-то так расцветает, что ли, и переживает определенный ренессанс, но в книге мы говорим, конечно, только о вангардных экземплярах и о супер-каких-то инновационных практиках в книге. Здесь начинает доминировать новый стиль эпохи, вообще стиль всех 20-х это конструктивизм. Конструктивизм с его рациональностью, с его системностью, с его какой-то очень такой строгой и сухой подачей, с архитектурной, с архитектурной и о людьми. И в этом смысле тоже хотелось бы вам продемонстрировать один экземпляр из фонда библиотеки. Вот, честно говоря, я не нашла ничего, не получилось у меня надеть слайдер на этот свой тезис, но зато у нас нашлась реальная книжка, это очень классно и здорово. Здесь выполнение этой книги крученых использован абсолютно как бы во времени образы архитектуры, новой, причем, архитектуры, обратите внимание, это не скребы, это новые такие рационалистские здания, которые появляются в то время и в Штатах, и в проектах появляются здесь, в СССР, а на обороте это чертеж, тоже архитектурный чертеж, использование подобных технических элементов было свойственно новой книге конструктивистов, которые были, конечно, нацелены на проектирование, на проектирование всего, прежде всего проектирование будущего, конечно же, ну а книга становится такой лабораторией этого будущего проекта. Оформление книг обложек в это время также придерживается достаточно такой скупой визуальной эстетики. Это наборные обложки без каких-то дополнительных сложных рукотворных ставок, и вообще на самом деле вот эта рукотворность, которая отличала книгу футуристов, например, в эпоху конструктивизма абсолютно нумелируется. На смену ей приходит очарование техникой, очарование вот этим типографским набором, мы сейчас увидим очень много примеров, очарование машиной, то, что сделано машиной, и абсолютно как бы вот такое беспристрастное, и ну такой даже какой-то степени над индивидуальное что ли воплощение и в тексте, и в изображении какой-то такой объективности и рациональности стремились добиться в это время художники. Ну и к вопросу о том, что книга в это время становится массовым предметом и массовым объектом, скажем так, работы, повседневной работы каждого практически человека от многотиражных газет, брошюр, листовок, мы тоже уже за этот месяц много с вами видели подобных примеров до учебников и какой-то такой просветительской литературы, в общем, очень много появляется там, или там я буду комментировать походу, очень много появляется такой книжной продукции массовой и в этом смысле конечно эпоха конструктивистская она эстетизирует эту массовость тиражное воспроизведение которое позволяет многодысячные сделать тиражи и огромное количество экземпляров и максимально сделать книгу демократичной доступной чтобы у всех была в доме книга чтобы книга была предметом такой вот повседневной повседневного общения и в какой-то степени эта эпоха демифологизирует книгу из предмета эстетического взаимодействия и какого-то коллекционирования книга становится попутчиком человека во всех сферах его деятельности сферах важной вот кстати говоря еще одна тоже книга этого времени 20-е годы репринтное издание вы можете посмотреть насколько оно просто организовано без каких дополнительных усложнений вот этих вот абстракций аллогизмов свойственных книг например туристической или символистской здесь всего этого нет здесь все очень понятно строго ну конечно лесенка на Маляковского где ну посмотрите на платье важный я уже упомянула об этом важный для конструктивизма для вообще этой эпохи 20-х годов чертой книги становится вот ее такой техницизм и в этом смысле типографика становится новым языком изобразительности типографика термин связанный ну чисто такой технической что ли издательской сферой и завязан он на скорее на техническом наборе издательском наборе вот шрифтового пионером новой типографики в России становится Эльвисицкий когда-то товарищ Малевича полнавису в 21-м году он уезжает в Германию в Германии кстати в 2-м году публикует кастоматийную статью торжественской типографики где концентрирует все свои практические опыты в этой сфере вот в таких восьми принципах восьми тезисах которые определяют внешний визуальный облик книги и отношения к книге в том числе Лисицкого и конечно же многих его последователей оптика вместо фонетики оформление книги с прицелом на ее визуальное прочтение прежде всего и такое как бы физиологическое что ли да физиологическую особенность этого оптического восприятия текста книгу буквально глазами прочитываешь то есть она должна быть рассчитана не на чтение про себя да как мы читаем например книги большие романы а на чтение слух так же говоря да то есть кто-то такой и в этой новой такой вот эстетики типографской у него сделано несколько работ немножко перескочен и потом вернемся да ну прежде всего журнал вещ культовый который выдержался только три номера и был третий номер 8 был запрещен например в СССР и данный был в Берлине потому что красиво было сложным в трех языках и в этом смысле журнал вещ конечно демонстрирует очень важную тенденцию о том что авангард это международное явление что это в общем-то такой интернациональный конструктивизм такой интернациональный язык разных разных стран и художников объединяет вот эта вот визуальная культура прежде всего и то как оформлен журнал вещ какие-то основные принципы его организации пространства где видим деления такие ячейки на сегменты характерный шрифт преобладание абстрактных и геометрических форм оформлений набор тех все это позднее будет само собой разменяющимся приемом искусства книги и вот два важных примера образца работы Лисицкого в книге в это время это сказка два квадрата книга скажем так вообще не про текст а про визуальный такой игровой образ и здесь тоже принципиально важный для художников который называет себя уже здесь конструктором а не художником который как-то украшает книгу он собирает эту книгу из отдельных элементов из отдельных образов и эту книгу он предлагает не читать прямо так вот с первых страниц и заявляя об этом что не читайте берите бумажки столбики деревяшки складывайте красите стройте вот и здесь прочтение этой книги если можно так сказать визуальное ее восприятие оно полностью регулируется структурой которую художник задает линиями динамикой вот этими вот такими телеграфными установками и компоновками в полной мере вот эти принципы новой типографии о которой Лисицкий заявляет в своей статье воплотились в его проекте оформления книги маяковского для голоса тоже была издана как ни странно в Германии вот у нас есть репритная сталь я сейчас тоже вам его передам чтобы вы могли попробовать посмотреть и в размере увидеть как все выглядит здесь очень интересное и оригинальное оформление оглавления вот такая такой мубрикатор да как в телефонной книге и опять же визуальное составляющее превалирует над текстом и прежде всего мы читаем мы читаем это как некую такую пиктограмму что ли да как некий ревность текст и он превращается в элементарные 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 собираются элементарных частей вот этого сфографского набора баночки засечки буквы из элементов этих букв цифр то есть в форме этой книги не используем ничего специально сделанного то есть это все из кассы вот этой наборной пиктограмму из компоновки этих отдельных элементов то есть такой свободный и очень не тривиальной компоновки и использование этих элементов не в их традиционном например смысле применяются они здесь а применяются вот в каких-то новых ролях и новых мтуа и вернемся еще немножко к уже более поздним примерам книги и здесь уже образцы советские советские издания Александра Родченко художник более чем конечно известный и крайне крайне важный для эпохи конструктивисты художник производственник вот в полной мере в полном объеме этого слова и фотограф и живописец и конструктор и рекламщик в какой-то степени он очень много сотрудничал с Маяковскими 20-е годы и оформлял книги оформлял вместе с ним рекламные компании создавал плакаты создавал оформление различным продуктам новым продуктам и того широкого потребления будущий фотографом Александр Родченко конечно был увлечен современностью и будучи художником конструктивистом он был увлечен будущим в связке с этой современностью и соответственно современности его очень интересовал прогресс научно-технический машинерий вот это вот все что связано с какой-то новой технологии использование фотографии и фотомонтажа отчасти большая заслуга в том числе и Александра Родченко как фотограф который вводит очень активно в том числе в оформлении книги фотографии и зачастую это не просто фотография это фотоколлаж который вот так вот причудливым образом собирает новые визуальные компоновки из отдельных знакомых элементов продукции работы и фотографии отдельных личностей каких-то сцен все собирается как-то так каламбурно и неожиданно и получается новый такой калейдоскоп новый образ но здесь в этой в этой книге нам очень важно то что это книга Маяковского Сергея Веселина здесь используется фотография вот этих новых технических скажем так элементов самолеты печатные машинки и здесь они ведь они просто воспроизводятся а воспроизводятся в каком-то вот таком диалоге со старым старое и новое с безусловным конечно как бы безусловной победой этого самого нового и с беспомощным отмиранием всего старого даже на обложке глядите тут тоже тоже очень это все четко видно старый вот этот захолученный домик деревянный который поглощает который буквально из которого вырастает и все поглощает огромный каменный современный многоэтажный дом и крестьянская тоже такая сторона действительность колоссия какие-то такие которые собирались раньше крестьян очень и новая стакада промышленного создания которая показывает огромные амбиции технические амбиции нового государства в том числе в это же время активно издается журнал рупор можно сказать конструктивистов и рупор вообще вот этого нового такого подхода языка в жизни и в искусстве журнал ЛЕФ и журнал Новый ЛЕФ он на самом деле тоже достаточно простенько оформлен и дешево потому что это тоже стремилось какой-то по массовости это издание вы тоже посмотрите но в определенном смысле этот журнал стал культовым на его страницах публиковались проданные статьи и были в общем-то заданы какие-то основные векторы в том числе в оформлении этого журнала часто использовались приемы фото коллажа как такого языка этого искусства вообще на фотографии используемые фотографии и фото коллажей это как еще такое дополнительное подчеркнутое отношение к действительности к реальности то есть какая-то такая документальность всего происходящего подчеркивается и конечно в этом смысле оформление книги маяковского проэта тоже оформление Александра Оченко ну очень показательный пример в том смысле потому что книга про любовь поэта его музей и на обложке в качестве такого железбетонного арбумента достоверности всего происходящего фотография этой музы субтитры и на тоже репринт можно посмотреть в общем-то он ничем практически не отличается кроме как новизной и белоснежности своих страниц и внутри здесь тоже обилие вот этих фотоколлажей очень мусто населенных с обязательным присутствием везде изображений лилибрик главной героини этого художника молодежка кстати говоря если кто-то из вас был в прошлом году у нас на выставке авангарда большая выставка из на лице грядущего там вот эти коллажи были в оригинале то есть оригинальные коллажи которые легли в основу оформления этой книги сейчас они хранятся в музее Маяковского в Москве если кому-то интересно у них такхив мне кажется даже опубликован ну и несколько слов догоняя разговор о типографике и о новом таком оформлении рационалистом просто о самом отношении даже к шрифтам который был достаточно внимательный и тоже идеологизированный что ли в это время появляются разные концепции новых шрифтов какой он должен быть вот например одна из идей изобретений такого мозаичного нового текста здесь предложена она так 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 предложена она кальмонсон здесь буквы строятся из геометрических простейших элементов абсолютно такой стематический подход данная здесь не собирается вполне читаемые образы не всегда это очень удачно получалось но вот какие-то варианты существовали это не получило большое распространение но тем не менее как форма такого визуального обращения с текстом тоже очень важно здесь рационализируется сама природа буквы и ее начертания ну или этот палочный шрифт который тоже стал выразительным шрифтом эпохи и многие журналы которые мы видели многие обложки книг и журналы и вообще любой большой такой типографской каллиграфической продукции выполнен этим палочным шрифтом он заблазил умальным надолго прямо на это все десятилетие чем он характерен использование простых простых объемов одинаковой ширины все линии без каких-то дополнительных украшений без дополнительных загибов то есть это очень такой палочный линейный будто бы из брусков состоящий текст одинаковое расстояние одинаковая ширина и вот эти самые простейшие простейшие палочки из которых набирается буква ну и совсем уж такой тоже фантастический обращенный в будущее проект создание интернационального алфавита и интернационального такого набора вот предложенные деленгаторы например текст на английском языке выполненный в этом наборе или текст на русском языке тоже выполненный этим алфавитом я честно говоря признаюсь не видела книг сделанных в такой манере возможно это осталось на уровне проектной на уровне каких-то очень серьезных амбиций эпохи в делании будущего человека и расставания со всем прошлым окончательное выкорчевание старых даже нам старые буквы даже не нужны для того чтобы дальше выйти в общем-то собирались на эсперанто говорить да эсперанто это язык вообще международный который не только как пропалит конечно вообще вся вся структура языка из разных разных языков панедеон такой универсальный международный язык хотя мне почти его даже сейчас можно изучать но только никто нигде он тебе не пригодится к сожалению это такие мертвые языки мертвые идеи вот и завершить свой экскурс в исходство книги 10 лет назад я предлагаю нехронологически это конечно не последняя точка эпохи на земле не достаточно значимая в истории о книге это всесоюзная полиграфическая выставка она была оформлена Элемю Сицким главным художником эпохи и главным экспозиционером всех ведущих выставок того времени и за дубежом и в России и здесь были представлены в общем-то все главные традиции полиграфическом искусстве и в плакате и в книге и в иллюстрации и эта выставка ее массовость ее какой-то вот такой широкий масштаб всесоюзный показывает глубокий интерес книги к этому искусству ее такое политическое значение для общества в этот момент и ее социальную роль безусловно для становления нового общества нового человека для конструирования новой идеологии что в конечном итоге в 30-е годы сыграет очень печальную роль в том числе и для книги и для ее создателей и для всех авгардистов которые мечтали обо мне с новой книгой получили новый мир но уже без новой книги и без ни самих все эксперименты сводятся на нет и художники конструктивисты оказываются в таком же заданном маргинальном гетто как и футуристы в 30-е годы то есть и футуристы имеется в виду в 30-е годы и футуристы и конструктивисты гидриан и полюса этих экспериментов книги они оказываются и те и другие неудел и к сожалению для многих это закончилось не просто каким-то концом карьеры но и вообще очень трагическим исходом ну в общем да на этой печальной ноте не хотя бы конечно не печальной ноте но тем не менее на хорошей ноте что у нас есть такое огромное количество авангардной и интересной продукции созданной художниками в это время причем ничуть не уступающей западным экспериментам как мы видели на примере Лисицкого или на примере футуристической книги которая ровно была созвучна книжным экспериментом итальянских футуристов к примеру или додестической книги которая чуть позже появляется в общем-то хотелось бы мне сказать о том что художники авангардисты которых мы очень хорошо знаем прежде всего по изобразительному искусству по каким-то исполнительским искусствам они также достаточно хорошо и ярко себя проявили в книге и стали таким показательным примером синтетической природы вообще художественного творчества этого времени вот я с радостью отвечу на ваши вопросы если они у вас возникли может быть какие-то комментарии пожалуйста я не понял так быстро научились фотографии которые раньше же по-моему просто перефотографировали ну то есть была исходная фотография и потом делали уже на нее другие фотографии вот а как мы научились как бы ну прям растягивать фотографии на обложку допустим делать много копий в 23 году там же не было ну в смысле нет они же отпечатывают фотографии фотоувеличитель есть есть прекрасный автопортрет Альисицкого посмотрите где он сделан в такой высоколажной технике где позитивные и негативные фотографии вместе совмещаются снимок и такой эффект немножко сюрреалистический дается или например тоже та же обложка журнала СССР настройки кажется тоже Лисицкого если я не ошибаюсь где при помощи фото вот этого монтажа совмещается лицо юноши и лицо молодой девушки и появляется получается такое гибридное существо советского человека с тремя глазами какое-то абсолютно как бы трензийское такое фантастическое то есть в принципе техника уже была на фотобумаге же она проявляется а тут на обычных листах но на обычном обычном бумаге как и оказывается но как фотографии в книгах не помещают фото репродукции печатали уже в книгах и технология была освоена к тому моменту поэтому здесь не было никаких проблем то есть фотоколажи они создавались сначала как и и вообще в принципе иллюстрация в станковом формате и тех работах которые у меня и Маяковский например находят а потом они превращались в продукцию для того чтобы в типографию запустить на большой тираж не за что то есть это не так на самом деле давно было и уже это асфальдан можно вопрос скажите пожалуйста у Лисицкого типографика или топографика как на слайдеж от слова топос место особенность развлечения типографика типографика да 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 наверное там просто ошибка в том типографика это вслед за Яном Чихольдом немецким тоже пионером типографики вот этот термин появился и в русском языке но на самом деле он довольно свежен для русского языка потому что это типография это как бы типография а у нас типография это институция где не чадывают книги поэтому вот получается появился такой как бы термин немножечко как бы искусственная типографика как отдельная чтобы выделить это владелье вот такую сферу отдельное понятие да а вам не известна книжка в Москве реконструируется а это фотокнига ну да 38 года я ее в руках не держала но таких фотокниг было достаточно много в то время есть в фонде в библиотеке есть в фонде оригинальные издания того года хорошо в музее Метеркова была выставка фотокниг и там было очень много образцов фотокниг может быть и она была не последником нет хорошо узнать она по стилю к какому относится она авангард или там вот ее записали в 2003 году в издательстве «Контакт. Культура» вышел такой сборник называется «Парадная книга СССР» где все помпезные сталинские издания там они прописаны и вот так вот авторы Роченко и Степанова так вот они какие-то такие уже причесанные такие воспитанные уже они просто как-то Сроченко и Степан это хороший тоже вопрос своевременный потому что Роченко и Степановы у них как раз сложилась судьба довольно успешно потому что они смогли вписаться в новую конкультуру они еще очень активно сотрудничали с властью Роченко например ездил и фотографировал строительство Беломорканала вот такая документальная у него была съемка и очень большой проект фотографический остался то есть для него это не было каким-то таким этическим скажем так преодолением он вполне спокойно свободно с властью сотрудничал в конце жизни правда у него настал кризис по этому поводу но тем не менее они достаточно хорошо успешно сотрудничали дальше на таких больших грандиозных заказах и это сделано уже ну скажем так сделано художниками конструктивистами в бывшем но уже немножко перековавшимися в более как бы такую традиционную подачу там нет например резких ракурсов который позволял себе прочим которые деформируют исказали натуру и нет таких контрастных сопоставлений которые были свойственны его фотоэкспериментом и это действительно вот такие парадные книги например про среднюю Азию мне кажется у них тоже была какая-то фотокнига где они путешествовали фотографируют библиотеки 10 лет в Узбекистан и это конечно уже другая эпоха и книга уже не авангардная они сделаны авангардистами такими перековавшими метро открываешь эту штучку там видно туннель вот там как по станции поезд уезжают но это книга конструктор конечно она идет от авангарда квартира какого-то рабочего там потянуло так и там внутренность убранства штучки но некоторые исследователи вслед за Борисом Гройсом в общем расценивают вот эту сталинскую эпоху социореализма как логическое продолжение авангарда 20-х годов их его политической повестки их претензий на какую-то жизнестроительную практику и в этом смысле как бы как продолжение это очень хорошо иллюстрирует вот эту мысль Гройса о том, что 30-е годы это на самом деле доведенные до предела авангарда всей идеи и реализованные визы такого тоталитарного проекта на самом деле авангард без как бы компромиссных проекта либо будет как мы говорим по-новому все остальное уничтожено либо не будет ничего и в общем-то это как бы доведено такая однозначность становится нормой в 30-е годы ну не знаю ответила ли медленно ваш вопрос вообще как бы технически эпоха авангарда ограничивается в 30-е и 2-е годы хотя некоторые тенденции заданные эпохи авангарда они безусловно сразу вопрос представим а вот в 33-м году вышла книжка Василия Каминского поэма о роботе вы ее держали в руках нет к сожалению обязательно возьмите полистать вот наверное в библиотеке университета она есть может быть она где-то оцифрована в виде я себя посмотрю обязательно спасибо поэма о роботе название интригующее как минимум ну вот говорят что это Чапик придумал вот это слово робот хотя вот я не знаю может быть Каменский не знал даже о том чешском писателе сам придумал уже такое как это часто бывает так же как и пионеры радио у нас говорят что Попов а на запад это говорят мартфон понимаете и вот каждый стоит на своем у нас по этому поводу что двоято там у нас всегда есть оппоненты а вот наши художники авангаристов 20-50-х на запад искусствоведенцы вымышленные художники они их как-то знают воспринимают акцент не будет правильно ну издают какое-то заменение это тоже очень хороший вопрос на самом деле один пионер исследования русского авангарда на западе потому что в России очень долгое время эта эпоха не изучалась и это не было востребовано и иногда даже опасно изучать авангард и изучать эти явления верхние исследователи русского авангарда это европейцы американцы исследователи западные вот и что любопытно сейчас очень много переводится книг как раз в том числе каких-то исторических исследований середины 20-го лет и склоняются как ни странно такая внутренняя борьба она существовала а если мы будем обращаться к русскоязычным и к русским исследованиям то татлин долгое время был как-то на периферии вообще взглядов и его супер авангардные такие выходы в предметный мир выходы из запад в пределах станкового произведения что на западе ценят Смолевич доходит до квадрата то есть это предел того что можно сделать в живописи то есть а дальше он не идет и собственно авангард начинается тогда когда Татлин делает онтерельеф когда он выступает за пределы картины и создает пространственные авиации вот ну потом конечно и Малевич тоже начинает делать пространственные но какая-то вот эта принципиальная скажем так переломная ступень была пройдена Татлин и в этом смысле западные исследователи смотрят на наш авангард они безусловно знают этих классиков такой как бы топ как и мы сейчас они уже вполне как бы метилизированы и в истории искусства включены но у них другие акценты вот как бы я сказала то есть другие любимые авторы любимые имеются более скажем так значимость разных авторов по-другому выстраивается и соответственно выстраиваются другие логические связи преемственные и так далее развитие инноваций развитие вообще в принципе каких-то общих тенденций антенций в этом смысле неприятно сравнивать разные взгляды на русский авангард конечно конструктивизм на западе считается истинным авангардом ранний русский авангард лежащий еще в поле каких вообще общеевропейских модернистских практик Ну, он как бы, ну, как бы, продолжение большого модернистического проекта. А для нас наоборот, ранние русские авангарды, ранние эти опыты всегда казались, вот как бы, вот это авангард. А то, что 20-е годы, ну, это уже вот какие-то предтечи советских экспериментов. На Западе, наоборот, именно вот эти 20-е годы считаются чем-то самобытным и чем-то тоже оригинальным. Хотя, как мы видим, конструктивизм, опять же, тоже международный такой язык и вполне себе интернациональный язык. Ну, такие два полиса русского авангарда и что-то больше, что-то меньше оценить. И меняется, меняется это сочетание, скажем так. Ну, в общем, да. Вот у нас была вебельная фабрика авангард, так вот она до 90-х годов толкала вот этот авангард. Так что, до сих пор, до сих пор, до сих пор есть маршрутки, написано авангард. Можно поехать в авангард. Прямяком, на поле. А сейчас вот это, реплики вот этого авангарда, это теперь и те называется. Ну да, функционализм, функционализм, такая красота и функциональность, да, по сути. Это дизайн, который заложен в Баухаусе, в Хутемасе, в Хутелине, в авангардную эпоху. Ничто не приводит к этому знаку. Это безусловно. Баухаусы, они не у нас, что-то, безвеснули? Нет, нет, это параллельно-параллельные и очень, как бы, по естественным процессам. Они сосуществовали в Украине. Потому что они наверняка знали, а так ли нет. Баухаус вообще, да, фанатологически параллельно разбирается. Кангинский, по приглашению в 20-е годы, да, приезжает преподавать Баухаусе. После того, как в Эльхуке конструктивисты его сместили. И ему ничего не оставалось, как уехать, потому что он был очень напорочным. В каком-то смысле. А молодая группа конструктивистов, Баклавия Сроченко, они захватили власть. В Эльхуке, это институт художественной культуры, который был создан вообще Кандинским детищем. То есть, следовательский центр, исследовательский институт. И конструктивизм, вот как-то считается, что с того момента начинается, торжественное, что свое шествие, и, соответственно, Кандинский, наоборот, уезжает из советской России и лучше не рождается. Недолгое время пройдет. То есть, он в Германии начинал свою карьеру, потом в Россию, а вот в начале 20-х вновь уезжает. На самом деле, с Россией его связывают всего несколько лет жизни и творчества. Но, тем не менее, мы очень любим называть его русским художником, хотя, как гром, как слез. А революционер Родченко обуржуазился и стал делать книжки первая комната и т.д. и т.п. Вот, да, и вот мы о нем уже сегодня тоже много хорошее. Нет, сделан-то он отлично, но просто как-то... Сделан-то отлично, но что... А сделка с собственной историей, что-то как-то... А не надо никакой идеологии. А в случае срочника невозможно без диалоги, потому что это то, что лежит в основе его работы. И без этого сложно воспринимать авангард, ну, по крайней мере, 20-х годов. Потому что это искусство с политическими амбициями тоже. Неужели всегда это искусство, вот это начало 20-го века, будет восприниматься с политических каких-то точек? Не все, не все. Ну, не будем давайте так обобщать начало 20-го века. Вот 20-е годы конкретно, вот это раннее советское искусство, просто в нем это декларируется, в нем это сложно. Это не то, что наш взгляд или наша интерпретация, это то, что внутри эмохи как бы и струна, вот такой стержень, который все организует. Но сложно от этого отказаться, когда это есть, вот это уже записано в истории. Спасибо большое. Спасибо, Библиотеки, за приглашение. Это вообще очень прекрасный проект. Увидеть книги, поговорить. И вообще прекрасный повод нам всем познакомиться и встретиться. Надеюсь, мы еще будем не раз встречаться и в библиотеке, и в музее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.